Два новых легковых оперативно-спасательных автомобиля пополнили сегодня автопарк Старооскольской пожарно-спасательной службы. Необходимый транспорт приобрел фонд поколения депутату Госдумы Андрея Скотча. На торжественную церемонию вручения ключей прибыл глава регионального ведомства МЧС генерал-майор Сергей Потапов. Личный состав осмотрел новые «Лада Гранта» со всех сторон. Ездить за рулем этих машин будут практически все. Работа у пожарных и спасателей посменная. 24 на 7, 356 дней в году. Но и сама служба МЧС порой нуждается в помощи. Тогда на выручку приходит фонд поколения Андрея Скотча. С 2012 года фонд поколения и главное управление МЧС по Белгородской области работают в совместных проектах. За это время существенно укреплена материально-техническая база данного управления. Более 21 единицы автомобилей переданы для белгородских спасателей, в том числе 7 автомобилей для староскольской территории. Сегодня мы расцениваем работу и совместную деятельность с управлением как неких партнеров. Потому что и фонд поколения, и главное управление по чрезвычайным ситуациям приходят первыми туда, где требуется помощь. Руководитель регионального управления МЧС генерал-майор Сергей Потапов от имени спасателей и спасенных передал Андрею Владимировичу Скотчу благодарственное письмо. А самого Сергея Потапова наградили памятным знаком «Староскол. Город воинской славы». Я служу России и родной староскольской земле. Ключи от новых специальных автомобилей, от оперативно-служебных автомобилей – это действительно праздник, это хорошее настроение, это событие. Благодаря совместной работе, в том числе и с фондом поколения, нам на сегодняшний день удалось 48 автомобилей поставить в расчет нашим командирам подразделения. Всего у нас их 56. То есть еще 8 машин, и мы закрываем эту тему полностью. Такого масштабного проекта, я уверен, на территории России нет. Ключи от новеньких машин получили капитан Константин Шабанов для седьмой части и Ирина Прохорова для 48-й. Ирина Васильевна – единственная женщина-начальник части на территории областного гарнизона МЧС. В подчинении у нее 30 пожарных руководит мужчинами уже 14 лет. Вообще-то, я не скажу, нелегко. В чем-то учат они меня, в чем-то я их. Ну, они уважают меня. Да, как бы, выполняют мои приказы. Зона ответственности 48-й части – станция «Котел-10». На сегодня это более 400 производственных объектов и два населенных пункта – село Выползово и хутор Игнатовка. Добираться туда теперь будет проще. Прежняя старенькая «семерка» давно нуждалась в замене. Новая «Лада Гранта» дополнит автопарк части, в котором уже есть две автоцистерны, пожарная насосная станция и рукавный автомобиль. Автомобиль обязательно необходим. За 20 лет у меня, конечно, были легковые автомобили, но это первый новый автомобиль, действительно уснащенный. Мне очень радостно и приятно, что пожарная часть расцветает. Новый транспорт, предназначенный для доставки личного состава и вспомогательного оборудования к месту пожара, позволит спасателям еще оперативнее выполнять задачи. Анна Семенова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал. Не успели разобраться с ливневками в микрорайоне «Юность», как там же засорилась канализация. Жители 4, 5 и 6 домов снова обратились в службу новостей 9 телеканала. Репортаж Лилии Емельяновой. Пенсионерка Елена Коршикова жалуется, что уже три недели не может находиться у себя в квартире. Постоянные неприятные запахи, особенно в жару, мокрые полы и подчерневшие стены в ванной комнате. Такая проблема у всех, кто живет на первых этажах домов номер 4, 5, 5А и 6 микрорайона «Юность». Проблема нашего дома состоит в том, что месяц стоит сточные воды в подвале. В подвале точно всего дома воды много, почти до метра. Дышать нечем. Мы закрываем все сливы дома, чтобы хотя бы уменьшить. Никто нам за этот месяц ничем не помог. Дважды я видела, приезжал водоканал, старались пробить, но ВОЗ и ныне там. Мы обращались уже везде. Писала я лично заявление в водоканал. Мне никто не ответил. Звонили в администрацию, на что был ответ за 18-м числом соседки, что причину уже исправили. Кто это так отписался и почему, мы не знаем. Подвалы 4 и 6 домов предназначены для укрытия в случае ЧАЭС. Но в них не то, чтобы укрыться, даже рядом стоять невозможно. Канализационные колодцы заполнены доверху. Вода через сливные трубы не уходит. Система переполнена и покрыта жесткой коркой из канализационных стоков и бытового мусора, из-за чего всё идёт в подвалы. По словам представителей управляющей компании, о проблеме знают и в водоканале, и в администрации округа. Водоканал приезжает и чистят колодцы. Но там у них какие-то проблемы возникли. С техникой, не знаю, что там произошло. Вот они пока не могут прочистить. Приезжали, пытались чистить, но тут уже закоксовалось так, что очень сложно прочистить. Тут надо откачивать воду с колодцев, чистить колодцы, промывать. Ну, пока этот вопрос не решён. Оповестили мы и администрацию города, да, и жизнеобеспечение. В общем, ну, как бы все знают эту проблему, все стараются помочь, но никак это всё не получается, не решается вопрос. В водоканале нам пояснили, что самостоятельно устранить засор не могут. Канализация запита тряпками, памперсами, влажными салфетками, кошачьим наполнителем, овощами и фруктами. Такая шапка была, как мы её называем, что вообще даже слесарь становился и не мог даже её пробить. Для устранения засоров мы привлекаем сторонние организации. У нас работают подрядчики, машина с более мощным насосом, который... Наши машины, значит, у них по 160-180 атмосфер, которые промывают. Мы нанимаем машину, которая 400 атмосфер пробивает её. Но вот именно на юность 4 наши машины пытались, не получается. Вот ждём, как подрядчики освободятся, они тоже где-то работают. Подъедем, значит, этой машиной мы, я думаю, сделаем. То есть более мощной насосом. По словам Александра Полегаева, до ближайших выходных проблема заторов канализации будет решена. Лилия Емельянова, Евгений Левошко, Павел Казакевич, Илья Самсонов, 9 канал. На полях округа продолжается уборка зерновых культур. На сельскохозяйственных предприятиях Старого Оскола задействованы 7,5 тысяч человек. И сейчас у них во всех смыслах жаркая пора. В этом году аграриям предстоит обработать порядка 30 тысяч гектаров. По оперативным данным, более 5 тысяч га уже убрали, что составляет около 19% запланированной площади. Среднеурожайность ранних зерновых составила 51 центнер с гектара. Другим темам. Староскольцы Павел и Арина Пьяных сегодня стали тысячной парой, заключившей брак в местном ЗАГСе с начала года. Радостное событие новоиспечённые супруги разделили с родными и близкими. Побывал на церемонии бракосочетания и съёмочная группа Девятого канала. Марш Мендельсона, белое платье, слёзы, счастье на глазах родителей. Павел Пьяных и Арина Филимонова шли к этому дню полтора года. Познакомились в интернете в один из ноябрьских вечеров и сразу поняли, нашли друг друга. Решили встретиться, её на кофе пригласил. Приехал в машину, посадил её, поехали, кофе взяли. Я предлагаю, поеду, машину помоют, машина грязная, поехали. Зимой машину помыли, бокс. Сидит, я пока машину мою, и вдруг дверь открываю, и я её поцеловал. И всё, и в тот момент у нас завязался с ней роман. Через год, 2 декабря, уже в ресторане, Павел сделал Арине предложение руки и сердца. Она, не раздумывая, сказала «да». Покорила и необычное первое свидание, и забота, которую окружил её возлюбленный. С ним она почувствовала себя, как за каменной стеной. Родители выбор детей сразу одобрили и желают им только счастья. Доверие, доверие. Самое главное – доверие. Всё, чтобы уступали, понимали, самое главное – в жизни. Так всё будет. Друг за другом держаться, друг другу помогать во всём. Мы друг без друга. Так же и детям своим желаю, и дочкам, и дочкам, и дочкам, и дочкам, и дочкам. Пожелание любить, уважать, слушать, слышать друг друга советами. Советы указывать я не могу. Это их семья уже, они взрослые. Могу только, если спросят, отдать совет, подсказать. Павел и Арина Пьяных стали тысячной парой, которая официально заключила брак в Старомосколе в этом году. Из рук начальника местного управления ЗАГС Светланы Резниченко они получили памятный адрес от главы администрации Андрея Чеснокова. Самое главное вам – здоровья, добра, мира. И пусть ваша жизнь будет долгой, долгой, счастливой, счастливой. Ну а мы вождём через 50 лет на празднование юбилея золотого супружеской жизни. Анастасия Иконникова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал. Ребята из Старооскольского центра детско-юношеского туризма побывали в самом сердце Камчатки. За 11 дней они и ещё около 250 юных путешественников со всей России прошли 136 километров. Их путь пролегал через горы, вулканы, болота и леса. На протяжении всего маршрута туристы также вели научно-исследовательскую работу. На железнодорожном вокзале их встречалась ёмочная группа 9 канала. Уставшие, искусанные комарами, загорелые, но счастливые. Юные староскольцы вернулись из путешествия на поезде «Москва-Старый оскол». Позади почти две недели авиаперелётов, переходов через вулканы и горные реки, леса Камчатского края. У нас столько возможностей. Зачем валяться на диване, если ты можешь увидеть прекрасный ландшафт. Медведи в какой-то момент мы не ожидали их всё-таки встретить, потому что полмаршрута прошли, их не было. Но тут они появились, поняли, что это всё-таки страшно. Но с какой-то стороны это, наоборот, плюс, что мы смогли их увидеть. Чтобы любопытные мишки не подходили ближе, ребята отпугивали их шумом. Удавалось это через раз. Некоторые медведи всё равно подходили к лагерю. Староскольцы встречали косолапых на своём пути целых три раза. Но самыми наглыми оказались лисицы. Они даже воровали еду. Захар, вкусно? Очень. Всю кастрюлю съел? Да, тут было с горочкой. Чё, мало кормят? Кормят достаточно, но нам недостаточно. Захар Гамов шутит. Еды в походе хватало всем. С собой ребята несли рюкзаки с личными вещами и провизией. У каждого за спиной килограммов по 25. За 11 дней пути туристы прошли по Камчатке 136 километров. Мы сначала забросились на одном кордоне. Кордон – это как бы пограничный пункт. Границу поделяют. Забросились на кордоне. Первые два дня прошли 42 километра. Первый день – 21, второй день – 23. Девять ходовых. Было две дневки. Это вид Савачинского вулкана – одного из красивейших уголков Камчатского полуострова. Путь юных туристов вообще пролегал по живописным местам – природным паркам Налычево и Ключевской – району вулкана Бакенинг. У нас ходовое время было часов семь. Отдыхали, ну, что-то в районе часа-полтора с учетом обеда. Максимальный подъем у нас был – это подъем на Овачинский вулкан. Вообще он над уровнем моря где-то 2700 километров. Но так как и мы уже были над уровнем моря где-то на высоте километра, то получается 1700. Это уже шестой всероссийский слет юных туристов. Староскольцы ежегодно принимают в нем участие. Сопровождает их педагог Елена Семендяева. Мы за эти шесть лет побывали в Эдыге, побывали на Кольском полуострове, Урал, Кузинский-Алатау. По Белгородской области делали поход на велосипедах, когда был период пандемии. Мы совершили поход второй категории, третьей категории сложности по Налычевскому национальному парку. Очень красивый район, очень красивый маршрут. Завершился туристический слет, конечно же, песнями у костра. Анастасия Иконникова, Симон Гречишников, 9 канал. К новостям спорта. Сразу две оскольчанки отличились на вторых играх стран СНГ. В Белоруссию съехались более двух тысяч спортсменов из 20 государств. Арина Крылаткова, воспитанница Староскольской спортшколы Олимпийского резерва номер один, завоевала победу в прыжках в высоту среди девушек до 15 лет с результатом 1 метр 70 сантиметров. Тренирует Арину Луиза Прокофьева. Мария Груздова, воспитанница тренера Дмитрия Вадяхи, взяла бронзовую медаль в соревнованиях по тяжелой атлетике. В весовой категории до 81 килограмма она сумела поднять штангу в рывке 104 килограмма, в толчке 130 килограммов, суммарно 234 килограмма. Поздравляем наших спортсменов с высокими результатами. Это была последняя информация и выпуска. Впереди прогноз погоды. Я, Анна Семеновна, прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи на 9 канале. Лето. Время запасаться витаминами. Самый вкусный способ – сезонные фрукты и морские деликатесы. В Старый Оскол вновь приехала выставка-ярмарка «Икра и рыба Камчатская». На прилавке более 35 видов продукции свежего улова из экологически чистых вод Берингово и Охотского морей. Тунец, белорыбица, нерка, кижуч и, конечно же, королева семейства лососевых – чавыча. Чем глотать таблетки, лучше есть рыбу. Омега-6, омега-12. Вот это замена этих таблеток рыбой. Ну, конечно, я беру каждый раз. И приезжаю именно к 10 часов. Гастрономический восторг – заготовленная прямо на корабле. Из консервантов только соль. Она не катается во рту. Она не должна кататься. Она просто тает. Икра, она же тоже разная. Она крупная. Запастись витаминами перед осенним сезоном – просто и вкусно. Купить дары Дальнего Востока во Дворце спорта «Аркада» можно будет до 12 августа. В студии Анастасия Иконникова. Здравствуйте. Над Старым Москолым и Губкиным собираются дождевые облака. По данным гидрометцентра, в четверг 10 августа пасмурно. Днем температура воздуха прогреется до 29 градусов. Утром и вечером столбики термометров укажут на плюс 25. Возможны кратковременные осадки. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. Убывающая луна – спокойное магнитное поле. Атмосферное давление чуть выше нормы – 750-752 мм рт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова